ИП на основе патента не вполне белая схема, с юридической точки зрения тоже абсолютно. Она никак не порождает защищенности ваших работников, никак не поможет им получить кредит в банке и так далее. То есть та справка НДФЛ, которая у них есть на 5 тысяч, и вот эта деятельность на основе патента, ничем их не изменяет, их правовое положение, никого статуса для них не меняет. Для банков они тоже не станут более выгодными клиентами, для них порождает больше проблем по отдаче отчетности, по уплате налогов и так далее. То есть на самом деле это перекладывание определенных обязанностей на тех лиц, которые по сути являются вашими сотрудниками. Налоги, конечно, высокие, в среднем 35-40% от заработной платки, но в дальнейшем идет частично зачет в счет выплаченной вами прибыли, то есть вычет по НВД, который вы будете платить. То есть по сути получается меньше в конечном итоге, мы как белая компания не применяем, конечно, схемы такие. По поводу договоров обучения, тоже прозвучало. На самом деле договор обучения вещь, которая может защитить вас при вложении своих сотрудников. Договор обучения заключается в отработке на определенный срок, и при окончании ранее этого срока возможно закрепление, как возврат полностью суммы, которую вы вложили, так и возврат определенной части, которую он не отработал. И то, и то законно, поэтому вернуть денежные средства на обучение, которое вы вложили, установив определенные гарантии в виде белой заработной платы, допустим, имеет определенный резон. В вашем бизнесе особенно важно, я отмечу по юридическому, юридический бизнес имеет такие же проблемы, и человек, который получил определенный опыт по работам несколько лет, он также выходит из этого дела и занимается своим, потому что база клиентов достаточно большая, которая идет именно к нему. Что не применяется в вашем бизнесе, но применяется в юридическом. Это партнерская схема сотрудничества, когда, грубо говоря, не по мне так, то есть человек получает определенную долю компаний, получает акционную долю и так далее. То есть вы делитесь своим бизнесом, человек работает более на себя, и он участвует не только в распределении прибыли, но и в итоге. То есть это повышение роли его как управленца и повышение денежных составляющих. На самом деле по деньгам не обязательно растет так высоко, но в роли управленца, конечно, статус повышается. Особая важность, то, что мы уже начали, трудовое законодательство в вашей сфере, заключение надлежащих трудовых договоров. Особенно много требований у вас по соблюдению санитарных норм, по охране труда. То есть трудовое законодательство охраны труда на вас лежит в большей степени, чем бомба-то него. По парикмахерскому можете записать все требования, на самом деле, изложены очень четко. Сам пин новый 2.1.2.26.13. Все требования для парикмахерских можете посмотреть. Тут 2.1.2.26.13. Все требования изложены достаточно четко, хоть до того, какой должен быть размер торгового зала, какие должны применяться одноразовые принадлежности и так далее. На всех работников должны быть оформлены обычные медицинские книжки. Сложности это не представляет. Сдать можно у многих коммерческих организаций, получить, не представлять никакого труда. Да, штрафы достаточно серьезные. При каких-то распространениях, каких-то заболеваний, на вас может быть достаточно серьезная ответственность, хоть до уголовных. То есть здесь надо задуматься, конечно, это не стоит. Только больших денег не представляет большой сложности. Так как вы, грубо говоря, розница, то розница в сфере услуг, то на вас большая ответственность, на вас распространяется полная вера, и законная защита прав потребителей по услугу. Штрафы за ненадлежащие оказания достаточно серьезные. Двойная устоимость и неустойки и так далее. Поэтому по качеству можно очень предъявить достаточно много претензий. По поводу того, что говорил Максим Сергеевич, уведомление распотребнадзора и администрации действительно необходимо. Не регистрация, она идет как таковое, а идет на начале деятельности. То есть никогда вы захотите делать все, когда вы практически начали осуществлять деятельность. Контроль со стороны государственных органов в течение первых трех лет, он минимален и возможен только по тем обращениям, которые на вас поступают. Как таковые проверки, они возможны, но юридической точки зрения. Если у вас не нужен штраф и так далее, их достаточно легко можно обменить. То есть первые три года вам даются на раскручку, на постановку, на поток применения вот этих санпинов, законодательство в сфере пожарной безопасности, оказания в суд. Все. Собственно, я отметил только особенности по регистрации в бизнесе и так далее, не рассказываю. Применение. Применяем систему нового благословения и НВД. 15%. Вопросы? И вам, зачем вы получаете? Какая НВД? Нам будет вопрос. НВД отчистление оборудования в сфере геоэкономической среды. Вопросы? Вопросы? Есть вопросы? Можно я бы сказать? Да, да, да. Я хочу сказать по поводу кредитования ИП с патентом проблем нет. У меня сотрудники все получают кредиты. Это раз. Второе. По поводу отчетности. Если вы будете иметь ИП, будете иметь отчетность. Если ИП с патентом 16 тысяч заплатилось, ты спокойно. Никаких проблем. Я не знаю, почему у вас так, но мы работаем больше года. Сотрудники, те, которые оформлены ИП с патентом, никаких проблем не имеют.